Здравствуйте! В эфире программа «Культура Хакассии» в студии Анна Ахпашева. В Али Верхняя Тёя завершил свою работу второй республиканский литературный лагерь. Он проводился в единственном в Хакассии литературном музее на родине знаменитого писателя Михаила Кельчичакова. Послушать лекции и мастер-классы ведущих писателей Хакассии приехали 10 молодых авторов. Из городов и районов республики. Литературный лагерь работает всего три дня. График очень плотный. Это лекции и мастер-классы ведущих писателей Хакассии, экскурсии в музеи, выездные семинары на природе. Дни заполнены с утра до вечера. Лекции и мастер-классы проводились в литературном музее имени Кельчичакова. Идея Министерства культуры республики Хакассия с Домом литераторов и союзом писателей Хакассии, которая вынашивалась давно, она смогла реализоваться именно на этой территории, ну, скажем так, хоть и на маленькой, но на базе литературного музея. Все лекции построены по принципу диалога. Один-два писателя рассказывали об основах творчества, тут же отвечали на вопросы и реплики молодых авторов. Все демократично, никто из мэтров не требовал абсолютной тишины. Если вы что-то вымучили, у вас ничего хорошего, интересного не получится никогда. А вот если вы испытываете удовольствие от того, что делаете, и читаете это, будет с удовольствием читать. Большинство участников не новички, они уже приезжали сюда в прошлом году, когда Министерство культуры впервые провело литературный лагерь. Артур Гольцман, прозаик, только закончил школу, а летом поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на целевой курс при поддержке правительства республики Хакассия. Считает, что живой диалог полезнее любых лекций, скачанных в интернете. Здесь ты спросишь, и он тебе скажет, как правильно. У Надежды Сидельниковой стихи о конфликте общества и личности, пока эта тема для нее остается актуальной. Сюда я приезжаю второй раз уже, и мне это дает очень много. Я много беру опыта у наставников, которые своим делятся опытом. У писательской элиты задача не просто прочитать лекции и поделиться какими-то секретами мастерства, но и помочь начинающим авторам правильно выстроить произведение, сделать его, как говорится, читабельным. Авторы молодые, а как правило, амбициозные, с опломбом. Они считают, что не заслуживают никаких замечаний, что касается стилистики, обрисовки героя или выводов произведения. Сегодня второй день пошел, и они уже стали не просто слушать, они стали записывать. Действительно, записывали много, значит, услышали для себя много полезного. И все же теория теорией, но главным для молодых авторов в таких литературных лагерях стало живое общение с мастерами. Интересно пообщаться с мастером, с гуру, который тебе подскажет, которому ты можешь принести свои рукописи, и он сразу тут же тебе поправит, скажет. Соответственно, маститые писатели, а мастер-классы давали члены Союза писателей России Валентина Шолбаева, Юрий Иванов, Илья Топоев, пытались донести до молодых авторов идеи о предназначении писателя, о его ответственности за воспитание молодежи. Мы говорили как раз о, скажем, какие, скажем, механизмы воздействия литературы, прозы или стиха могут оказывать на становление личности. По итогам работы литературного лагеря будет издан сборник произведений начинающих авторов. В Казановке в минувшую субботу прошел праздник «Алтын-Ас» в переводе «Золотое зерно». Он проводится уже в третий раз на территории Республиканского национального музея-заповедника, но, пожалуй, впервые собрал так много гостей. Желающие прикоснуться к хакасской культуре приехали в Казановку из многих городов и районов республики. Мастер-класс под открытым небом по изготовлению Талгана для гостей праздника «Алтын-Ас» провела знатный мастер из Таштыпа Лариса Куюкова. Казалось бы, технологии не меняются с незапамятных времен. Зерна ячменя сначала провеивают, потом обжаривают в казане на открытом огне и затем мелют на ручных мельницах. Но у мастеров есть свои секреты. Кто-то обжаривает ячмень сильнее, кто-то меньше, мельницы тоже разные. И оказывается, как и любое дело, Талган лучше готовить с хорошим настроением. «С настроением всегда делать надо. Без настроения делаешь, оно уже не идет». Талган – это один из брендов республики. Популяризировать его производство решили три года назад на Международном культурном форуме. Получился такой вот музейный праздник, который организовало Министерство культуры республики совместно с Казановским музеем. В прошлом году в рамках форума мы провели международную конференцию «Культура питания как основа национальной культуры». Очень глубокая, инновационная тема. И мы увидели огромный интерес среди музейщиков в теме гастрономических проектов. И получается, наш Хакаско-Республиканский музей-заповедник, который в Казановке расположен, они у нас пионеры, новаторы в этом деле. Третий год подряд они проводят этот музейный праздник. Экспозиции подготовили несколько районов республики. Своё искусство представляли как мастера традиционной хакасской кухни, так и кондитеры-новаторы. Рафаэла приготовили. Тоже здесь талган с маслом, с сахаром. Даже оладьи можно сделать из талгана. Тоже вместо муки просто талган положили и всё. А рецепт получается лучше. На её столе десятки блюд есть даже черничный торт из талгана. Непременные шарики-колобки, которые попробовали, наверное, большинство жителей Хакасии. Мне кажется, приезжим всё равно интересно, особенно кто мало знаком с хакасской кухней. Им интересно узнать, как это всё выглядит и попробовать поесть. На ярмарке можно было попробовать практически все блюда национальной кухни, покрутить ручную мельницу во время мастер-класса, а ещё поучаствовать в хакасских национальных играх. К примеру, в аналоге домино – хазах. Культурную программу для гостей подготовили работники музея и артисты театром Читиген. В городе, когда живёшь, когда забываешь, если традиции национальные, туда приезжаешь, смотришь, вспоминаешь и познаёшь по-новому. Хакасские национальные блюда понравились очень, попробовали. Завершение праздника «Алтынас» жюри объявило результаты конкурсом. Хранителем традиций в изготовлении Талхана признана делегация от Женикизовского района. Кондитером-новатором стала Людмила Сорожакова из Верхоскидского сельсовета. И мастером по изготовлению Талхана признана Лариса Куюкова из Таштыпа. Галина Казачинова – автор десятка произведений, поэт и прозаик. Сегодня героиня нашей постоянной рубрики «Писатели Хакассии». Она пишет и публикуется в основном на хакасском языке. Одним из важных направлений в своём творчестве Галина Григорьевна считает литературу для детей. В планах у неё как раз издание такой книги. Галина Григорьевна Казачинова много лет возглавляла хакасскую писательскую организацию. В офисе хранятся авторские экземпляры книг с автографами. В основном это работы молодых авторов из Хакассии и соседних регионов. Есть произведения маститых писателей. Эти по-своему уникальные книги Галина Казачинова решила передать в дар литературному музею имени Кельчичакова. Представьте себе, если на книге есть ещё автограф или может быть какие-то родные подчеркушки, какие-то замечания на страницах, это делает книгу бесценной. Конечно же эти книги займут достойное место в нашей музейной библиотеке. Галина Казачинова вступила в творческий союз сравнительно недавно, в 93-м году. Свои книги пишет под именем Мелиек Казачинова. Интересная история появления этого псевдонима. Бабушка поветуха-то взяла на руки, она говорит, ой, какая маленькая, как Мелиек, рукавичка размером. Галина Казачинова начала писать ещё в школе. В институте литературные опыты продолжились. Публиковалась в газетах и литературных сборниках. Первая большая книга «Той» вышла в 1979 году. Повесть «Ребята из нашего Алла» была издана в 91-м году на русском языке. Практически все остальные произведения Галины Казачиновой на родном хакасском языке. Она много пишет для детей. Детские книги, вот это «Пак-пак», да, я как-то тёте говорю, тёте говорю, лягушки всю ночь спать не давали, ква-ква. А она так опешивала, как, лягушки куба-куба разговаривают? Она по-русски плохо говорила. А я говорю, а как они разговаривают? Они «Пак-пак» разговаривают. Ещё одна книжка карманного формата называется «Азбукачах», то есть букварь для детей. Очень популярна у хакасских малышей. Как она написана? Это пришли воспитатели городские детских садов и говорят, азбучки четырёхстрочные, а вы сделайте двухстрочную, и чтобы там был образ, и чтобы там пять заданий, чтобы рифма была, образ был, и ещё то-то-то, чтобы ребятишки и смеялись, и, главное, запоминали. Азбуку Галина Григорьевна выпустила пять лет назад. Сейчас хочет продолжить работу над такими учебными книжками для детей. У меня вот точно такого же формата задумана «Санжах», цифрка. А там такая древность собрана, её нигде нет. Есть и другие планы. Главное для Галины Казачиновой, конечно же, пропаганда и сохранение национальных традиций, культуры и хакасского языка. Она настолько хорошо знает обычаи нашего народа, традиции, и все с ней консультируются. Но самое главное ещё, она очень хорошо знает детскую психологию. И какую бы книгу ни взял, там есть душа народа, наши обычаи, наши традиции. Кстати, Галина Казачинова, первой среди хакасских поэтов, использовала стиль оды в стихосложении. Самая свежая её книга как раз прославляет в стихах родной язык. Сочетание новаторства, опыта и глубокого знания народных традиций, пожалуй, характеризует творчество Галины Казачиновой. Пятый международный форум «Сибир-Ил» начнёт свою работу 3 сентября. В этот же день откроется зал каменных изваяний Национального краеведческого музея. Для посетителей центральный модуль нового здания музея будет открыт три дня с 3 по 5 сентября. Работе форума будет посвящена и наша следующая программа. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин